Садитесь. Меня зовут Людмила Ивановна. Сегодняшний урок мы с вами проведем вместе. Идя в Новый год, я немного помечтала год о чем. А так, возможно, как вы считаете, лес рук. Кто со мной согласен, поднимите руку. Спасибо. Здорово. Физика – одна из величайших наук изучения человека. Ее величие видно практически во всех науках. Ее наличие видно во всех сферах жизнедеятельности человека. Нередко важнейшие открытия в мире физики меняют ход истории. Сегодня мы с вами изучим не менее интересного факта. Мои ученики задались вопросом. А может ли девочку поднять мальчика? Как вы считаете? Алена. Она темнее, но поднялась. Поднялась, возможно. Хорошо. Михаил. Ну вот я тоже, чтобы власти, с ней не малили. Я даже не знаю, что у вас девочка. Но поднялась. Алина. Хорошо. Я предлагаю посмотреть эксперимент. Все внимание на экран. А как вы считаете, сейчас считаете? Возможно? Возможно. Возможно. Скажите, пожалуйста. А с помощью чего они достигали поставленный цель? В общем, ничего. А что у себя представляло? Что вы видели на экране? Качели. Что качели? Ну а качели, что вы делали? Доска. Обычная доска. Посмотрите внимательно, пожалуйста, на слайд. Что вы видите? Что вы видите? Виолетта. Не вижу вашу. Виолетта, что вы видите? Какие явления? Пожалуйста, Алина. Так, хорошо, хорошо. Каролина. Ну, колодец видите? Да. Да. Что делает на правой пальцем в урле? Что там мы видим? Саша. Бочку. Погромче говорим. Не стесняемся. Не стесняемся. Что их объединяет? Помощь ничего. Давайте, Алина. Помощь чего-то предпринимает. Действия как-то делают. Хорошо, поняла. Артём, твое мнение. Ну, я думаю, на каких-то... Появилось понятие... Дина поможет? Это приспособление, которое мы попрощаем. Помогаю. Да, совершенно верно. Это приспособление. А с позиции физики, можно сказать, механизмы. А они сложны по своему стволению? Нет. Так какие они? Простые. Тема сегодняшнего урока – простые механизмы. У вас на столе лежит карта рабочая. Она разбита на три модуля. Мы с ней будем работать. Пишите, пожалуйста, темы. Простые механизмы. И я пишу. Простые механизмы. И думаем, что бы мы хотели узнать по этой теме. Какие вопросы мы для себя поставим. Какие вопросы вы для себя поставили? Что мы хотим знать по этой теме? Алло. Хорошо. Что называть простые механизмы? Замечательно. Пожалуйста, Мария. Типы. Виды. Разновидности. Умница. Еще, еще. Где можно применять механизмы? Да, для чего мы все это изучаем? Зачем оно может? Вы не сложили, наверное, какие-то особенности, характеристики, да? Пожалуйста. Поверьте. Верно. Верно. Совершенно верно. Я с вами абсолютно согласна. На первые два вопроса вы мне поможете дать им. Изучил материал на странице 172. Откройте, пожалуйста, текст. Когда вы будете читать материал, обратите внимание, то, что вы должны получить ответы на первый и второй вопрос. Что за простые механизмы? Виды, разновидности, которые они стоят. Но я вам не предлагаю немножечко осмысленно все это сделать. Возьмите, пожалуйста, карандаш, и если материал вы уже знали, поставьте галочку. Если узнали что-то новое, поставьте плюсик. Если думали иначе, минус. А если что-то вы не поняли, и нужно обратить внимание и разобрать знак вопроса. Пожалуйста, вам минута. Ну, справитесь быстрее с учетом. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, как-то справились? Готовы? Обнуждать. Готовы? Замечательно. Мне нужен помощник. Помощник-консультант. Кто хочет выступить в этой роли? Кто не поможет? Пожалуйста, Алена. Иди сюда. Твоя задача, мы сейчас будем активно все обсуждать. Твоя задача, все, это расположить на доске. Возьмите. Спасибо. Итак, вы прочитали о чем? О простых механизмах. Пожалуйста, прикрепите. Во главе. Хорошо. Что такое простые механизмы? Простые механизмы. Ну, пожалуйста, дали вас. Это приспособление, услышащие для преодисования сессии. Замечательно. Кто согласен, поднимите, пожалуйста, руку. Замечательно. Такие я разновидел. Какие виды простых механизмов вы познавили? Артем. Пожалуйста, помочь соседка. Блок приема. 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 Спасибо вам огромное. У вас есть в рабочей карте модуль 1. Запомнили активно. Рычаг наклонная плоскость. То это, конечно, спасибо большое. Разновидностью рычага является блок и бора. Разновидностью наклонной плоскости является клин и винт. Проверьте, пожалуйста, на слайде. Все ли мы запомнили так? И ответьте мне на не менее важный вопрос. Каково же назначение простых механизмов? Алена. Применяется для того, чтобы получить выигрыш в силе, то есть увеличить силу действующего на тело в инспекторации. Да. Какой полный ответ. Спасибо. Для того, чтобы получить выигрыш в силе. У вас после схемы есть строка. Пишите, чтобы получить выигрыш в силе. Ребята, у вас вопросы остались? Алёна, у тебя остались в книге вопросы, которые ты поставляла? Нет? Хорошо. Артём. Ну и какой простой механизм у нас любит, что и сайт в стороне? А картинку первую помните? Нам даже Алёна сказала. Рычаг. Хорошо. Так вот сегодня мы более подробно изучим рычаг. Вернитесь к теме урока и пишите, допишите рычаг. Мы установим его характеристики. У меня в руках урока. Она может быть урчего? Вот прямо сейчас. Да. Да. Да, нет. Разделились мы у меня. Если бы дольше. То есть нужно создать какие-то условия, да? Нужно обратиться к определению. Открываем страницу 173-ю. И мы обводим определение рычага. Кто нашёл, кто нашёл. Хочу лесу. Спасибо. Создали? Рычаг представляет собой вверхое тело, которое может рычаг с вокруг неподвижной ракурой. Замечательно. Ксения, включаемся. Отдачусь к нам ещё раз. Рычаг представляет собой вверхое тело, которое может рычаг с вокруг неподвижной ракурой. Хорошо. У вас на столе есть линейка. Создайте мне рычаг. Скорее. Создайте точку опоры. Не важно. Снимаем точку опоры. Скорее. Скорее. Что у вас сзади с точкой опоры? Ручка. Хорошо. Что у вас сзади с точкой опоры? Карандаш. Умница. Что у вас? Замечательно. Создали точку опоры. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Замечательно. Рычаги бывают первого и второго рода. Чуть ниже я изобразила условное обозначение рычагов. Точка приложения рычага первого рода вот здесь. Здесь точка приложения, обозначена треугольником, точка опоры у рычага первого рода. Линии действия силы. То есть это линия, в которой действует сила. Здесь и здесь. В условном обозначении они также присутствуют. Причем второго рода. Вот точка опоры. Здесь точка опоры. Линия действия силы. Р1, Р2. Здесь и здесь. Посмотрите внимательно, сравните и сделайте невырок. В чем их принципиально отличие? В чем их принципиально отличие? Отличие от рычага первого и рычага второго это то, что силы действуют не по темам. Алена? Отличие от рычага первого от второго заключается в том, что в первом сила, вторая действует куни, а во втором сила, вторая действует куни. Хорошо. А я вам предлагаю обратить внимание расположение линий действия сил по отношению к точке опоры. Пожалуйста. Смелее. Я вам изображена точка опоры, изображена куни, киска на середине. Между, то есть скажем так, между, да? Между линиями действия силы. То есть линии действия силы расположены в одну сторону, в точке опоры. Совершенно верно. Это принципиально отличие от рычага первого и второго оборота. Оказывается, ребята, рычаги не только расхужают, мысль станет с рычагом. Обратите внимание на точку опоры, на линии действия силы. Стопа. Я предлагаю вам дома подумать и поискать рычаги первого и второго оборота в нашем раме. Итак, посмотрите внимательно. На какие вопросы мы уже получили ответы. Алена, в общем, вы называете простые механизмы. Хорошо. Дарила, на какие ты получил? Мы не разнообразились. Хорошо. Следующий наш пункт – это характеристики. Я вам предлагаю открыть некоторые характеристики самостоятельно, проведя эксперимент. Отправьте, пожалуйста, свою карту. В модуле 3 прописано действие, которое вы должны выполнить при постановке эксперимента. Помните о технике безопасности. Выполняя эксперимент, будем придерживать руками грузики, придерживать рычаг. Распределите свои действия, роли, чтобы быстро справиться с этим заданием. А для удобства мы сейчас встанем. Встанем. Суть в задницу под фарту. И приступаем к выполнению эксперимента. Когда вы выполните последствия, измерение, как вы можете сесть. Договорились? И я буду выдерживать эксперимента. Если у вас возникают вопросы, поднимайте руку и зовите меня. Помните, что меня зовут? Как? Замечательно. Приступаем. Приступаем. Я готова вам помочь. Замещаемся. Работаем в фарах. Где у нас точка опоры? Вот она, замечательно. Все взяли за точку опоры. Где она? Посмотрели, где она? Вот умница. Вот она точка опоры. Замечательно. Придерживаем, девочки. Придерживаем рычаг. Помните, не пускай. Хорошо. Так, выполняем слева от точки опоры на расстоянии 6 мм. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . . . . . . . Спасибо. . . . . . . . . .